всем привет меня зовут татьяна вы на канале татьяна стич это канал о вышивке и рукоделии сегодня я хочу с вами просто поболтать поводом для нашей болтологии будет продолжение тега от юлии неминской я в предыдущих двух видео которые называются мои вышивальные гонки я вышиваю на время и чтобы хоть как-то разнообразить атмосферу как-то еще дополнительно вас развлечь я начала вышивать на вопрос этого тега но опять же два видео у вышивальных гонках уже сняты а договорить и закончить отвечать на на этот тег мне хочется и вот сегодня просто у меня такое болтливое настроение вышиваю свой сэмплер я его для себя называю семейный сэмплер вышиваю как вы видите его на аиде это 14 аккаунт уже в своих вышивальных буднях я рассказывал об этом сэмплере как его придумываю и почему я так это все придумываю и в общем так что в этом видео просто это будет служить таким фоном для нашей с вами болтологии кстати в этом сэмплере у меня есть такие планы на осень это шесть тысяч крестиков или 120 ниточек я приблизительно считаю что у меня каждая ниточка вышивает 50 крестиков в том числе допустим если вышиваю бэксти не бэкстич а вот здесь вот видите элементы black work я все равно считаю все по ниточкам потому что это вышивка идет не по кростич саги не по схеме никак другим способом крестики я почитать не могу вы так что все я считаю ниточками у меня ниточки нарезаны одинаковой длины они нарезаны по метру и приблизительно я знаю сколько я этими ниточками вышиваю вот сейчас смотрите вышиваю я металликом в четыре нити точно 14 каунте какие-то элементы я металликом вышиваю в четыре нити какие-то элементы вот здесь вот я вышиваю в две нити то есть сама для себя смотрю если что хочу выделить вы вышиваю четырьмя нитами металлика у меня вот такой вот металлик есть которого очень очень много посмотрите как он классно блестит вышивать им на так приноровиться то есть своим обычным способом и не могу вышивать потому что иначе нить очень скручивается и поэтому я вот видите каждый раз вытягиваю нить и прям пальчиками и с одной с другой стороны так вот придерживаю чтобы ничего это не путалось но все равно уже как бы подноровилась естественно вышивка идет чуть медленнее чем вышивка другими нитями но зато посмотрите какой эффект все блестит переливается лучше всяких кого бисера и всяких таких пришивных элементах хотя я об этом думала скорее всего у меня на этом сэмплере когда я уже все вышлю может быть и еще тут что-то такое добавлю чтобы она еще сильнее блестела как-то выделю какие-то элементы бисером и кристаллами и какие-то элементами подвесками но это будет уже потом сначала у меня как бы надо потихоньку потихоньку продумать что и как будет я так думаю то есть мне буквально еще несколько сотен крестиков осталось до того чтобы осуществить план в 6000 крестиков вот это все уже приближается к 6000 крестиков хотя вот если вы видите у меня с этой стороны еще не дошито то есть должна быть хоть какая-то симметрия но все это буду делать потом потому что мне хочется уже отвлечься на какие-то свои другие процессы но какие-то такие итоги я хочу снять и в общем ждите следующего видео одного и следующие в одном из следующих видео я буду как раз таки об этом процессе более подробно рассказывайте показывать и будем с вами даже обсуждать что будет дальше так ну а что касается тега от юлини минской я как я уже сказала предыдущие в предыдущих двух видео уже ответила на 13 вопросов и сейчас мы начнем с 14 вопроса нужно ли делать розыгрыши на канале ты их проводишь или нет интересный такой вопрос мне в принципе есть что сказать потому что я думаю розыгрыши делать нужно я в начале их проводила и я эту тему долго не поднимала потому что принципе на данный момент немного эта тема для меня неприятно но я думаю все еще неприятно так скажем но все эти негативные впечатления не наверно улягутся и я опять к этому вернусь особенно как бы проведение всех розыгрышей мой такой опыт нужно время потому что во первых это надо все организовать все это провести потом как бы спланировать все эти подарки покупки связаться с человеком найти способ осуществить эту доставку то есть это все таки как бы раньше я об этом не задумывалась но достаточно такое время затратное трудозатратное мероприятие провести розыгрыш и осуществить как бы пересылку так скажем подарком как я делала эти розыгрыши я помню когда я только провела на своем канале монетизацию у меня было такое радужное настроение и мне хотелось как бы все деньги которые я буду зарабатывать на канале перенаправлять принципе вам и проводить розыгрыши и я очень часто это делала мне кажется раз в месяц я проводила розыгрыши в течение минимум года у меня все это проходило но опять же раньше у меня во первых времени больше на все это было и смысл был такой что я именно дарила какие-то такие наборы сайта алиэкспресс и доставка бесплатная соответственно я могла в любую точку мира с бесплатной доставкой с алиэкспресс вам что-то выслать но и человеку который выигрывал у меня в розыгрыше все это было весело прикольно но случилось так что у меня было два таких неприятных общения с выигравшими людьми во первых очень часто даже как бы не только с двумя но со многими мне приходилось долго как-то списываться я пыталась даже их искать у меня не получалось находить иногда там они связывались с люди со мной связывались там через какое-то время мне кажется один раз я даже делала перерозыгрыш вот все это как-то ну не особо приятно хочется вот пока ты на эмоциях хочешь сделать человеку приятно подарок и кажется вот-вот сейчас все это случится человек будет радоваться ты ему будешь все это отсылать когда этого не происходит это как бы это не особо приятно но даже упустить все эти моменты у меня было такое что через какое-то время связался со мной человек который с которым в принципе контакта я не смогла найти я и в видео говорила что со мной свяжитесь и потом писала ему сообщением через youtube и личностное сообщение через youtube у человека не было как бы канала соответственно мне кажется не совсем-то он и смотрел не проверял свои сообщения на своем канале в общем человек со мной не связывался потом через какое-то время я вот один раз дело перерозыгрыш и человек первый со мной связался и очень стало неприятно как со мной общаться и якобы я там не выполнила там свои правила и в общем было неприятно неприятно было потому что все я это делаю в принципе не не потому что я обязана делать розыгрыш и высылать эти подарки то есть я в принципе никому ничего не обязана и меня немного тогда удивило ну как может быть такое отношение человек вот случайно с неба ему свалилась и он там я не знаю месяц не выходил ни на какой контакт а потом через месяц со мной связывается и начинает вот так негативно общаться это было неприятно второй раз у меня было другое немного я пыталась человеку выслать подарок я его выслала он я знаю что алиэкспресс сайт они это выслали но оказалось что потом я уже связывалась с человеком и спрашивала вы когда-нибудь получались алиэкспресс какой-нибудь товар оказалось что нет не получали и в принципе как оказывается есть такие части света куда в принципе почта почему-то не доходит вот это меня тоже очень так удивило и вот алиэкспресс высылал эту почту я как бы не буду выдаваться в подробности но человек ожидает что он получит я ожидаю что он получит и потом человек ходит на почту и я связываюсь как-то с алиэкспрессом и общем происходит вот это вот постоянное выяснение и в итоге человек не получил ни одна как бы не получил вообще этого подарка и было столько я знаю что вот со стороны человека что он столько раз ходил и проверял и пытался найти а почта говорит нет ничего нету никогда ничего не приходило и мы не знаем придет или нет и в общем и с алиэкспресс я тоже не смогла связаться по их данным эта посылка была доставлена в россию и все в россии она где-то находится где она находится непонятно сам этот опыт был неприятен но даже знаете как бы вниз вот этот не не самый негативный такой момент но вот самый негативный был когда вот два человека мне начинали что-то высказывать что я не связалась с ними чтобы вручить им подарок то есть это было как-то неадекватно в итоге в итоге меня все вся эта ситуация она по большей части расстроила и прошло какое-то время мне кажется на тот момент у меня уже начался мой токсикоз и я перестала вышивать и я перестала снимать и в принципе все как бы на этом закончилось после того как прошел мой токсикоз и я вернулась к вышивке я начала постепенно снимать опять видео но пока еще к розыгрышам я не вернулась однозначно естественно придет время буду проводить розыгрыши то есть это все будет но пока такой вот послевкусие я не рассказывала об этом не делилась на своем канале ну вот есть такой очень неприятный опыт не знаю других блогеров такое бывало или нет но бывают оказывается и такие подписчики которые еще и требуют свой подарок и в принципе я-то подарок этот выслала но от общения с человеком естественно не было не получил никакого удовольствия ну и это было просто просто неприятно так ну ладно это вот что касается розыгрыша вообще розыгрыш естественно на канале нужны и я могу даже сказать что вот у меня это все это начиналось с небольшого количества подписчиков естественно все эти розыгрыши мне кажется я вот не знаю но мне кажется они скорее всего поспособствовали тому что у меня начало появляться большое количество подписчиков но должна сказать вот с того времени у меня все равно в два раза уже выросли мои подписчики потому что я где-то остановилась у меня было 5000 подписчиков сейчас у меня больше 11 и без всяких розыгрышей и мои любимые и всегда меня просматривающие подписчики и раньше мне писали что даже без всяких розыгрышей они бы меня смотрели и в принципе для таких подписчиков я вот так думала думала и для таких подписчиков я видео снимаю розыгрыши будут будут под настроение по поводу но опять же чисто психологически лично мне розыгрыши как-то дались сложно вот весь этот такие контакты с подписчиками и потом это все надо высылайте организовывайте потом еще ждать и ждать подтверждение пришло не пришло а потом еще вот такая вот реакция ну все бывает все мы люди кто-то может так реагировать но понять простить принять живу по такому принципу так но следующий вопрос пятнадцатый какую фишку ты взял у топовых блогеров и почему какую фишку вот интересно какая фишка вот если говорить о том допустим какие видео я снимаю потому что все что я снимаю я естественно увидела это у блогеров которые я смотрю вот мои вышивальные недели эти вышивальные недели ну у меня это называется вышивальные будни естественно все это началось с канала алина рукоделия она начала это как вышивальные недели и многие ее поддержали я не единственная такая единственная я может быть изменила чуть-чуть подстроила этот формат под себя потому что неделями я не смогла сорганизоваться с самого начала снимать вот так вот допустим с понедельника по понедельник у меня у меня так не получается потому что бывают моменты когда вот хочется болтать не останавливаясь и я а потом просто показать что и как случилось и поэтому я для себя так называла это вышивальные будни и мне самой нравится такие видео снимать и я вижу естественно интерес к такому формату так что это я считаю фишка моего канала и так смотрю все таки многие хотя высказываются ну не многие кто-то все таки еще высказывается что ему не нравится эти вышивальные недели не надоели все такое но опять же 99 процентов людей любит вышивальные недели смотреть поэтому даже если одному двум это не понравилось и кому-то они там пишут что сколько можно снимать вышивальные недели да ради бога если не нравится естественно возьмите отключите не нервничайте не расстраивайтесь смотрите другие видео какие вам нравятся но вы должны понимать посмотрите какие просмотры на этих вышивальных неделях и с каким энтузиазмом сам блогер эти вышивальные недели снимают поэтому ну надо как-то более реалистично относиться к тому что происходит чем просто высказывать свое свое мнение свою конструктивную в кавычках критику по поводу того что вам все это надоело но 99 процентов подписчиков все-таки обожают смотреть вышивальные недели я я можно сказать бегу впереди паровоза я тоже обожаю до сих пор обожаю это действительно самые самые просматриваемые видео сейчас до сих пор на данный момент это наверно уже продолжается вот прям с самого начала как это все началось так ну мне кажется многие фишки я даже не знаю если у меня на моем канале какие-то фишки но если они есть то естественно я все это взяла у топовых блогеров так закрепляюсь я с изнатки вот я вот сейчас вы не видите но я так перевернулась смотрю что там на изнанке происходит под ниточками провела иголку то знаете можно остановок было все это переворачивать но я сама переворачиваясь туда и тем самым разминаю свою спину и еще и закрепляю вот на данный момент я все-таки буду закреплять как положено буду делать микро стежком потому что у меня здесь пока еще ничего не вышито и на изнанке я закрепить не смогу обычно я закрепляю двумя микро стежками одним не как-то так некомфортно мне кажется все это распустится вот двумя микро стежками все замечательно закрепилась обрезаю хвостик и начинаю вышивать так ну если вы еще вспомните фишки если они у меня есть на канале то вы обязательно мне сообщите и я могу это хоть как-то прокомментировать я лично на данный момент больше не помню если мне какие-то фишки на моем канале а так как я естественно не с самого начала среди блогеров то многое я повторяю от того что вижу что люблю и делаю это именно так как я люблю смотреть все что я снимаю я не снимаю потому что он как был значит будет много просмотров нет я снимаю это только потому что я бы сама что-то такое с удовольствием посмотрела блогеров которых люблю смотреть шестнадцатый вопрос снятие видео о процессе помогают вышивать его больше и чаще так наверное нет вот если быть совсем откровенной наверное нет потому что не могу все-таки я себя заставить вышивать какой-то процесс если все уже пришло время я лучше свои видео как-то подстрою так что ну просто начну снимать видео про другое и с вами как-то это обсужу что все уже не могу уже хочется все мои мысли о другом процессе поэтому я так скачу по своим процессам потому что меня в принципе мне не нужно как-то мотивироваться вышивать потому что мне хочется вышивать у меня есть в этом такая прям потребность необходимость мне это нужно и видео снятие видео мне не мотивирует в принципе наверное видео снимаются потому что у меня вот столько желания вышивать то есть они как наоборот поэтому любые сп или какие-то еще мероприятия которые мотивируют вышивать мне не нужны у меня желание вышивать есть всегда вот допустим я сейчас могу уже прокомментировать я снимала планов на осень что вот буду вышивать какие-то процессы я уже от этого отошла у меня появилась вклинилось два процесса потому что ну все пожили появилось желание хотя вот я же сняла видео может быть кто-то подумает что ну как так я должна этим планам следовать я не должна им следовать я девушка не постоянная вышивки что хочу то и ворочу и по большей части я придерживаюсь этому плану потому что мне план этот нравится но сейчас адекватная я оцениваю естественно то в каком количестве я это напланировала это в таком количестве выше то не будет но я не то что к этому стремлюсь а я просто в принципе в границах этого плана как-то сейчас пытаюсь себя реализовать где-то что-то получается где-то не получается естественно мне будет интересно самой подвести такие итоги посмотреть чем все это закончится но план меня очень сорганизовал вот допустим те вышивальные гонки которые делаю я подсчитываю все свои крестики мне это необходимо потому что я более адекватно так начала понимать сколько я вышиваю как я вышиваю у меня очень разнообразные процессы в плане того что нету возможности всегда подсчитывать мои крестики допустим покрустить саги на бумаге ничего не подсчитываю соответственно я подсчитываю ниточками и подсчитав я более реалистично сейчас отношусь кто кто и скорость из которой я вышиваю и все это лично для меня было необходимо и я это сделала и продолжаю делать потому что процессов еще много ну и мне тоже лично этот формат очень приятно снимать так что вышивальные гонки будут продолжаться единственно мне надо придумать к этим вышивальным гонкам о чем мне болтать один из таких одна из задумок это то что может быть вы мне как-нибудь начнете задавать вопросы и я буду отвечать на ваши вопросы вот в таких вот видео с вышивальными гонками или просто в каких-то болтологических видео когда у меня появится вот такое вот настроение просто сесть и поболтать потому что так это все здорово но знаете вот так все таки как-то обязывает наверно мне все-таки есть ощущение что я сажусь снимать так я должна взять и за это время ответить сразу на все вопросы мне не хочется этого делать и опять же в этом плане не хочу себя ограничивать не хочу себя обязывать соответственно вот этот тег на который я сейчас отвечаю он у меня уже растянулся на три видео и судя потому что я сейчас уже наболтала и только ответила на два вопроса ну надеюсь до 20 вопроса мы все-таки с вами дойдем за час за два в общем приготовьтесь садитесь поудобнее я еще не наболталась поэтому теги как-то наверное так обязывает потому что все так делают соответственно кажется ну наверное мне надо надо вот сесть и сразу на все вопросы ответить и знаете очень часто слышу ой что-то я долго отвечаю на этот вопрос надо поторопиться ты не успею надо надо а я так думаю разве надо разговаривая же тебя смотрю и я открыла тебя для того чтобы ты не торопилась а просто получала одного удовольствие и просто болтала потому что ну реально когда блогер любимый не хватает вот хочется больше 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 никуда не торопитесь пожалуйста просто болтайте конечно может быть я одна такая кто скажет что ну сколько можно болтать вернее кто скажет болтать сколько угодно все остальные будут говорить сколько можно болтать но опять мне кажется все таки люди которые вас смотрят с удовольствием будут просто вас слушать и не нужно заморачиваться по поводу того сколько вы отвечаете на тег если что сказать говорите а мы будем слушать вот именно так наверное я сама и снимаю если в какой-то момент вам надоест слушать мой болтология просто отключайтесь переходите на что-то другое смотрите что-то более полезное но болтологических видео не хватает может быть если мое болтологическое видео вас развлечет еще мы вместе по вышиваем или просто отдохнем то за замечательно так ну и возвращаясь к вопросу мне снятие видео о процессе не нужно совсем даже больше скажу мне не нравится такие видео снимать я не хочу снимать видео об одном процессе потому что я не люблю это смотреть и мне как-то скучно но естественно если это любимый блогер и я просто наблюдаю за его творчеством я смотрю все что угодно даже видео покупках которые я тоже обычно не смотрю потому что не заинтересованы что-то такое покупать не заинтересована в том чтобы узнавать есть какие-то новинки или нет какие производители существуют то есть лично для меня это не не то что меня интересует меня вот интересует взять создать сотворить вот это вот мне интересно и видео мне все-таки нравится смотреть о многих процессах и больше даже знаете не о самом процессе а вот каких-то какие-то мысли слушать блогера о процессе то есть какие-то такие технические составляющие они мне совершенно не нужны потому что я где угодно могу эту информацию найти но опять же мне кажется я в меньшинстве нахожусь и я это прекрасно понимаю потому что многие люди смотрят все таки об одном процессе видео только потому что они хотят как раз таки услышать техническую информацию и все это нужно все это замечательно так что я сейчас высказываю свое мнение это не значит у меня надо слушать и как-то пытаться именно так и себя вести потому что снимайте то что хотите снимать и тот кто захочет вас смотреть он будет смотреть и если он как-то начнет вас комментировать и критиковать что вот это не так а то не эдак вот это снимайте это не снимайте задумайтесь о том что а хочет ли он вас вообще смотреть и даже если вы все перестроить на своем канале под мнение этого человека откроет ли он ваше видео опять стоит ли это вообще на это даже обращать внимание какие видео снимать и как снимать естественно очень часто один такой вот неприятный комментарий когда ты вот ухо я вот сейчас сниму видео замечательно мне столько идей снимать видео а потом появляется комментарий боже мой мне было так скучно так скучно и ну или что-то в этом духе и и руки опускаются и уже ничего не хочется снимать часто слышу это других людей сама тоже было время это испытывала надо это пережить все проходит это пройдет опять же делайте то что от чего вы получаете удовольствие и это удовольствие как раз таки передастся вашим подписчикам и вас будут смотреть и вам будет приятно и нам будет приятно у вас есть постоянные подписчики и люди которые ждут общения с вами вот для них и снимайте они для того что кому-то там что-то не нравится не понравилось это все очень субъективно поэтому под всех не подстроишься опять же дальше семнадцатая поддержка или негатив подписчиков что это для тебя оскорбление или рост над собой рост над собой мне сейчас это об этом хочется даже поговорить сейчас я как выскажусь рост над собой мне я такой критик то есть я такой сама критик что мне не нужно слышать критику других людей потому что это даже близко не стоит к тому что как я себя контролирую и как я подхожу вот ко всему и и в тех местах где я думаю что вот прям это срочно нужно сделать это нужно сделать хорошо я возьму это и сделала опять же если я сама на это на какие-то вещи не обращая внимания и смотрю других людей не обращая на это внимание только потому что мне нравится человек все остальное такие мелочи шуршание пакетиков свет звук какое-то шипение какие-то звуки посторонние то что ваша семья вас отвлекает ваши животные вас отвлекают это как вы реагируете на то что там кошечка замяукала ребеночек что-то там сказал и вы там отвечаете это ребенку это приятно слушать я должен так сказать мне это приятно слушать от человека который мне приятен мне совершенно никак не смущают никакие посторонние звуки не собачки не кошки не дети не надо за это извиняться это лично мое такое мнение потому что это все естественно мы приходим в гости на канал чтобы увидеть частичку вашей жизни по большей части естественно это рукодельной жизни но если где-то просочится какая-то ваша личная персональная жизнь то это абсолютно нормально это даже интересно мне интересно слушать такую вот реакцию как в этом начинаете общаться либо со своими домочадцами либо за животными и с кошками собаками поэтому это все здорово а что касается вот роста над собой я естественно стремлюсь к росту и но эти пределы этого роста я ставлю сама перед собой если все на ютюбе твердят что рост вышивальном плане это вышивка димен шанс или мандал или переход на вот набор это и гувернер или вышивать ст вот это вот уже следующий уровень не надо вышивать только многоцветки то есть вот это и есть рост что надо стремиться там вышивать аккуратные крестики и в этом есть труд рост вышивать идеальной изнанкой что это вот должно быть самоцелью для всех естественно мало кто-то говорит но многие об этом думают мое личное мнение такое что это не является ростом лично для меня у меня другие самоцели в моем хобби вот то что вы сейчас видите это только начало это то к чему я стремлюсь я хочу творить я хочу создавать не схемы а вот именно какие-то шедевры лично для меня шедевры кому-то это может понравиться кому-то не понравится я не стремлюсь к тому чтобы создать схему начать ее продавать и получать от этого какие-то деньги нет я хочу что-то создать для себя то что для меня имеет смысл вот это мой рост какие-то там технические характеристики идеальная изнанка может быть это все здорово замечательно но я пока себе не нашла объяснение для чего мне допустим нужна идеальная изнанка не знаю зачем она мне нужна она мне не нужна поэтому я ей и не вышиваю могу сказать стараюсь ли я чтобы у меня изнанка была идеальная да скорее всего не стараюсь мне очень важно чтобы лицо было аккуратно не могу сказать идеально или нет но аккуратно но я не такой вот перфекционист что вы там какой-то крестик криво и или допустим каждый крестик я потом буду высматривать и чтобы все было аккуратно аккуратно поэтому есть у меня конечно такие идеи роста над собой но опять же все это очень субъективно и я могу допустим я сейчас по этому поводу высказалась кто-то будет с этим не согласен мне кажется рост над собой это тоже очень субъективное понятие и чему-то допустим меня учить или сейчас я вам вас буду убеждать что вот мой саморост это самое хорошее естественно это не творить надо так хочется именно вам и не важно кто вам что будет говорить ну мне кажется это очень такие простые истины которые всем понятны и известно и ну как то так а что касается вот этой части вопроса поддержка или негатив подписчиков поддержка подписчиков мне очень приятно именно потому поэтому я все-таки продолжаю снимать свои видео потому что мне приятно что у меня смотрят что мое творчество кому-то интересно у меня есть постоянные подписчики постоянные подписчики которые комментируют я знаю что у меня есть постоянные подписчики которые все просматривают но не комментируют это тоже я знаю и я абсолютно нормально к этому отношусь комментарии я хочу чтобы не писали тогда когда реально вот хочется что-то написать и сама так делаю когда есть возможность написать есть большое желание написать человеку мне нету какого-то такого вот к вам большой большой просьбе обязательно пишите обязательно там отвечаете поддерживайте нет хотите поставить лайк замечательно здорово я буду вам благодарна что-то написать отлично если нет тоже нормально если вы получили какие-то положительные эмоции от просмотра моего видео вот это то что принципе я добивалась и если вы периодически будете со мной этими положительными эмоциями делиться я вам буду тоже очень благодарна так что естественно поддержка подписчиков даже вот виде простого количества просмотров это уже достаточно количество лайков и комментариев это естественно тоже очень очень приятно очень часто вот подписчиков я получаю просто замечательные идеи по какой-то вышивке или оформлению или просто кто-то делится со мной какой-то такой вот информация что касается своего хобби и мне это очень нравится безумно нравится потому что информация действительно очень познавательная знаете есть в каком-то теге такой вопрос вы пришли на youtube потому что вы хотели кого-то чему-то научить либо потому что не умели вышивать на пришли на youtube просто вот чему-то обучаться и общаться я должна сказать что я наверно ближе даже ко второму варианту я пришла на youtube когда я начала только вышивать естественно я не думаю что есть какой-то какая-то такая вот тайная информация что секретная информация что меня на ютюбе могут научить вышивать крестики все это очень логично лично для меня очень так понятно то есть какие-то мастер-классы как вышивать крестики петитинки и четвертинки в общем любую любые виды крестиков или полустежков как-то для меня это очень так просто что касается каких-то специальных стежков естественно такие видео я могу просмотреть но опять же очень часто по бумажным инструкциям все понятно все это можно сделать допустим шовчики тоже это все очень логично надо найти просто какие-то дырочки куда можно это все сделать вот допустим здесь у меня какие-то шовчики надо ли этом обучаться мне кажется нет я творю просмотр других видео меня в принципе по большей части именно вот вдохновляет то есть не чему-то обучает а вдохновляет творить вышивать и опять же мои подписчики меня тоже вдохновляют вышивать и особенно снимать видео потому что если бы скорее всего вот я на каком-то энтузиазме начала когда-то укладывать свое видео вот только из-за того что мне хотелось с вами делиться или вести какой-то вышивальный дневник по большей части это все еще так но много уже за три года произошло и для меня лично три года такой срок когда было несколько таких моментов когда я просто думала даже о том зачем это нужно мне то есть все это то что я делаю это бессмысленно бесполезно зачем я вышла выкладываете видео это все снимаю это какая-то ерунда хватит в это играться пора заниматься делом в принципе подел у меня много не только на работе на учебе в семье естественно но все-таки мои подписчики меня не отпускают и не в плане таком физическом и вот именно в плане того что мне это приятно мне это нужно мне хочется вести этот вышивальный дневник для вас не только для себя уже для вас в том числе у нас это все за взаимно если вы заходите на мой канал зарядиться каким-то позитивом когда вы заходите я этот позитив получаю от вас за это вам большое большое спасибо насчет негатива я уже высказывалась даже вот в предыдущих каких-то ответах на вопрос поэтому повторяться не буду так но здесь вот еще опять же в этом вопросе он так звучит что для вас негатив это оскорбление или рост над собой оскорбление ей я это не считаю оскорбление потому что чтобы мне оскорбиться или обидится для меня человек должен быть как-то эмоционально близок то есть это должен быть мой родной человек от которого я вот реально там чего-то не ожидаю и вот меня это вот тогда это меня может какая-то неадекватная реакция с его стороны может задеть оскорбить обидеть реакция какая бы она ни была негативная неадекватная оскорбительная от незнакомого мне человека который просто там сидит на другой части планеты или вот в соседней апартменте и пишет мне какой-то негатив я этого человека не знаю я даже не знаю реальный ли это человек это мужчина женщина написано там я не знаю антонина какая-то я конечно сейчас прошу меня извинить всех антонин это просто пример но может быть это какой-то там василий при этом не совсем нормальный поэтому все ники вот людей которые вы что-то мне когда-то писали они ничего для меня не значит людей этих не знаю в принципе ни на что никогда и не оскорблялась и опять же все просто если я для себя отвечаю на вопрос хочу ли я еще когда-нибудь в жизни испытать эти эмоции которые испытываю на данный момент если ответ нет все без вопросов удаляю блокирую стираю сжигаю танцую над пеплом в общем ответ очень очевиден если ответ да нет ничего страшного в принципе нет ни за дело там человек извинился там высказался все замечательно все понятно прилично потому что мы не можем думать одинаково но если мы порядочные приличные люди мы не должны стремиться к тому чтобы другого человека обидеть или оскорбить или задеть это не нормально и так думаю в своем окружении в том числе в своих подписчиках я не хочу это как-то приветствовать вот это вот мнение что некоторые говорят что я никакие комментарии не удаляю потому что хочу что все высказывали не высказывались для меня это совершенно не так я хочу что все высказывались но прилично и адекватно если человек старается меня задеть и вывести на негативные эмоции я не приветствует поэтому удаляю комментарии и не скрываю этого всегда об этом говорила и этого даже не стесняюсь и мне кажется это абсолютно нормально дальше 18 вопрос кто сегодня тебя вдохновляет из блогеров снимать новые видео или все же это заслуга подписчиков это заслуга и блогеров и подписчиков потому что мне кажется мы блогеры мы являемся также зрителями других каналов потому что многих блогеров я смотрю я знаю что они меня смотрят не пишут комментарии но они меня смотрят потому что иногда нет нет я в их видео могу услышать свое имя и как это безумно приятно вот знаете я когда-то давным-давно эти положительные эмоции испытала когда алина рукоделия и наталья кан они тут произнесли мое имя у себя на канале что им понравилось и потом юэс анна тоже приблизительно в в это же время обо мне говорила и это так приятно вот когда ты слышишь свое имя вы знаете я не могу сказать что я какой-то популярный блогер потому что ну да у меня какое-то большое количество подписчиков я это понимаю есть намного большее количество подписчиков и других людей меня это количество подписчиков она не вдохновляет меня вдохновляет все-таки просмотры больше видео комментарии лайки вот это вот меня вдохновляет сколько людей на меня подписалось или какое количество подписчиков у меня сейчас это не та цифра на которую я в первую очередь обращаю внимание но даже сейчас вот прошло столько времени и когда я слышу свое имя от другого блогера это здорово это приятно и это вдохновляет вот это точно вдохновляет ну а потом насчет подписчиков я уже сказала что вы меня однозначно вдохновляете и ваши приятные слова и то что вы как-то поддерживаете меня смотрите как комментируете то что происходит у меня на канале то что происходит у меня в голове вот то что вы сейчас это все видите вот именно эту мне в голове происходит и когда от вас я слышу что вам это тоже нравится это это приятно естественно не всем это может нравиться и И это тоже нормально, но вдохновляет меня многое на ютюбе в виде подписчиков и блогеров в том числе. Назвать кого-то конкретно из блогеров, кто меня сейчас вдохновляет снимать новое видео. Вот именно вот если снимать новое видео, блогеры меня вдохновляют, наверное, нет. А вышивать те или иные процессы, то да. То вдохновляет. Могу так сказать, а вот в недавних своих видео высказывалось по поводу того, что день вышивки Мария, она с такой любовью рассказывает о сэмплерах, о лонгдогах. Вот то, что вы сейчас видите, это был такой волшебный пинок после того, как я подписалась на ее канал и начала смотреть ее канал. Потому что она тоже очень творческий человек. Она создает, она об этом рассказывает, что и как у нее происходит. И так как у меня, вот в моей голове это все готовилось, готовилось, готовилось. И наконец-таки я решилась взять и сделать. И она, в принципе, своим творчеством, своим ведением канала меня к этому сподвигла. Допустим, то, что я сейчас постоянно думаю о своем хаеде. Вот хочется взять его, вышивать и как бы не останавливаться. Но опять же, надо только сорганизоваться, надо как-то найти это время. Но вот Евгения Золотарева со своими многоцветками, мне безумно нравится ее канал. Вот безумно-безумно нравится. И, конечно же, Елена Пуше. То, что она творит на своем канале, это здорово. Это очень красиво. Мне очень нравится за этим наблюдать. С удовольствием жду всех видео. Всех-всех-всех. О болтологических, о процессах. Мне даже не нужны какие-то результаты. Мне иногда кажется, что блогеры думают, что, ой, подписчики одних ждут каких-то результатов. Да не нужно никаких результатов. Просто снимайте, разговаривайте и рассказывайте о своих впечатлениях. Но, опять же, скорее всего, эти результаты нужны самим блогерам. И они ставят перед собой такие цели. И для них нужно, чтобы, в принципе, их придерживали. Ну, вот то, что сейчас Елена Пуше пытается закончить до Нового года. Такой безумно красивый процесс. Ну, это здорово. Однозначно знаю, что у нее все получится. Потому что цель такая поставлена. И она поставлена так интересно. Было снято такое видео. Опять же, человек очень творческий. Творчески подходит даже к снятию видео. Очень интересно ее слушать. И приятно. Приятно она во всем рассказывает. О своих процессах. Я получаю огромное удовольствие, слушая о том, как она вот именно живет в своем хобби. Это все здорово. Многих-многих блогеров могу сейчас перечислять. Ну, и вот именно, наверное, в последнее время, кто меня так вот вдохновил. Потому что, вот знаете, я когда открываю для себя какого-то нового блогера, и если я готова о нем говорить, то это со мной остается навсегда. Всех блогеров, которых я смотрю с самого начала, продолжаю смотреть. Новых блогеров открывают для себя редко, но метко. Редко, но метко, да. Так что вдохновлений и на YouTube, и от блогеров, и от подписчиков очень много. Девятнадцатый вопрос. Конструктивный совет для новичков. Что снимать? На что снимать? И где черпать идеи? Естественно, снимать надо часто. Если вы заинтересованы в том, чтобы продвигать свой канал, это такая тяжелая работа. Это надо все хорошо понимать. Что просто так, ниоткуда, ничего не возникает. Это быть блогером. Это работа. К этому надо так и относиться. Если какая-то сама цель заработать деньги, в этом случае, скорее всего, могу посоветовать, что вам надо с вышивального YouTube уходить. На вышивальном YouTube деньги заработать. Ну, какие-то такие настоящие деньги. Не так, чтобы на пару наборчиков в месяц, а вот больше на жизнь не хватит. Не хватит. Но, опять же, может быть, я очень так субъективно сужу. Что касается американских стандартов, естественно, по американским меркам, заработки на YouTube, ну, вообще, не те. Но у меня есть моя профессия, от которой я получаю удовольствие, поэтому все-таки даже монетизация. Я последний раз проверяла свою монетизацию, я не знаю, больше полугода назад. Надо это сделать. Может быть, как-нибудь. То есть, они деньги там где-то копятся, они никуда не исчезают, но их надо просто периодически снимать. А когда ты там не подтверждаешь свои данные или свой заработок, то он тебе и не начисляется. В общем, надо его подтверждать. Но, опять же, так как для меня это сейчас не сама цель, поэтому оно там где-то копится, эта монетизация. Ну, и замечательно. Как-нибудь потом решу, как этой монетизацией воспользоваться, она никогда не исчезнет. А если исчезнет, то ничего страшного. Но, мне кажется, не исчезнет. Так, это что касается монетизации. Вот. Другой совет для новичков. Ну, по поводу того, о чем рассказывать. Если вы можете, конечно, чем-то удивить, это все замечательно. Потому что что-то такое новое, необычное, интересное, смотреть всегда интересно. Но, это сделать сложно. Либо надо все-таки стремиться как-то соответствовать стандартам того, что ожидают, допустим, подписчики на вышивальном ютюбе. Потому что некоторые новые блогеры пытаются как-то выйти на том, чтобы поднимать какие-то неудобные темы. Или, ну, разные бывают, как бы, моменты. Но, мне кажется, что, допустим, нельзя как-то на ютюбе прославиться. Вот если, допустим, ваша вышивка и ваше творчество вас не характеризует как интересного человека, как приятного человека, то, неважно, какие темы вы будете поднимать, этот интерес может быть очень временным. И все на этом и остановится. Лично для меня очень важный такой момент в новом блогере. Мне хочется видеть человека. Я уже об этом говорила. Я, когда смотрю, вижу канал нового блогера, я захожу к нему, вижу видео нового блогера, который раньше не видела. Я захожу к нему на канал и смотрю, есть ли хоть одно видео, где человек появляется в кадре. Я смотрю на человека. Если мне человек приятен, я буду продолжать смотреть. Много новых блогеров, не показывающихся в кадре. Может быть, для кого-то это нормально. Но у меня лично, у меня достаточно подписок, моих любимых блогеров, которым я уже настолько привыкла. И, в принципе, времени просматривать все у меня нет. И искать каких-то новых блогеров, которых опять мне надо заново узнавать. И много-много видео просматривать, чтобы понять, нравится или не нравится. То есть я, скорее всего, это делать не буду. Мне сейчас, на данный момент, YouTube уже насыщен замечательными блогерами, вышивальными, рукодельными, которые и показываются в кадре, и вышивают то, что мне нравится, и рассказывают так, как мне нравится. Поэтому, естественно, на YouTube каждый найдет своего подписчика. Надо снимать так, как комфортно вам. Потому что, если вам некомфортно показываться в кадре, не нужно этого делать. То есть я не к этому призываю. Но для новых подписчиков я просто хочу сказать, если все-таки вы заинтересованы в том, чтобы на вас подписывались, и у вас это сама цель, то задумайтесь о том, чтобы показаться в кадре и немного больше раскрыться перед своими подписчиками. Потому что, если вы заинтересуете других людей, как человек, то и на вашу вышивку будут смотреть, и не важно, что вы вышиваете. И, в общем, все это очень индивидуально, но я вот как бы рассказываю именно из своего опыта. А что касается, где черпать идеи, черпать идеи в себе. В своем творчестве, в своих эмоциях от своего рукоделия, когда блогер и человек делятся именно своими эмоциями по поводу того, или своим отношением к своему творчеству, вот это вот заражает. И я лично на YouTube прихожу за этим. Смотреть на то, как человек получает удовольствие от того, что он делает. Не от того, что он пытается угодить мне или другому человеку, или нет. Я хочу вот видеть именно наслаждение от самого процесса, от своего хобби. Вот на это смотреть интересно. Когда у человека грустное настроение, лучше не снимать видео, потому что это смотреть грустно. Мы приходим на YouTube не грустить, а отвлечься от каких-то повседневных проблем, от повседневной грусти. Поэтому давайте друг друга развлекать. Иногда это может быть очень спокойно. Вот, допустим, сейчас у меня уже время спать, я в таком расслабленном настроении сейчас нахожусь. Так монотонно тут болтаю уже почти час. Но настроение у меня замечательное. Надеюсь, я этим замечательным настроением с вами поделилась. Двадцатый вопрос. Вопрос о деньгах. Ха-ха-ха. А его нет. Я этот вопрос не поняла. Ха-ха-ха о деньгах. Не знаю, как на него ответить. Если это касается монетизации, о монетизации я уже говорила сегодня. То есть, получается, тогда я уже ответила на этот вопрос, если это все-таки касается монетизации. Ну все. Какое большое дело я сделала. Я очень рада, довольна. Наконец-то я довела до конца этот тег, растянувшийся на три видео. И все-таки я хочу вас попросить, особенно те, кто досмотрели это видео до конца. Я хочу вас попросить, если у вас есть ко мне какие-то вопросы, то задавайте личные вопросы, либо вопросы по поводу моей вышивки, ну либо... В общем, задавайте вопросы, если вам что-то интересно и хочется послушать, как в одной из очередных болталок, то я вам буду очень благодарна. Мне кажется, я так с подписчиками очень давно не общалась. Очень много в моей жизни всего произошло. Не хотелось меня вас просить, задавать мне вопросы, потому что я не была уверена, буду снимать, не буду снимать. Но так как периодически у меня возникает такое желание с вами поболтать, то я буду благодарна. И мне даже само будет более интересно отвечать на те вопросы о себе или о своей вышивке, которые вас конкретно интересуют. Я пока еще не знаю, как я буду отвечать на эти вопросы в одном видео, в нескольких, может быть, в очередных своих вышивальных гонках. Так что на данный момент я буду заканчивать уже свое видео. Навышивалась я вдоволь. Посмотрите, сколько всего произошло у нас вот в этой вышивке. И я должна так сказать, что я уже свой план на осень по этому процессу выполнила. и буду его откладывать и переходить к другим своим очень-очень интересным процессам. Но чтобы не забыть то, что я хочу дальше вышивать, у меня это очень часто бывает. У меня бывает, как вспышка, приходит какая-то идея. И прежде чем ее забыть, мне надо ее либо записать, либо как-то реализовать. Вот на данный момент я решила, что я сниму видео. И я с вами это обсужу. И заодно в следующий раз, когда я возьму этот процесс и начну вышивать, я просмотрю это видео и вспомню, что я планировала. Может быть, что-то, естественно, изменится к тому моменту и что-то я другое добавлю. Но у меня есть несколько таких моментов, которые я хочу в этом сепплере осуществить. Но это мы с вами обсудим в следующем видео. Все. Жду от вас вопросы, если они будут. Если нет, естественно, я найду теги для своей очередной болталки. Но, мне кажется, вопрос от вас, это будет более такое личностное общение. Все. Всем большое спасибо за внимание, за просмотры, за то, что вы зашли, послушали, повышевали. вам удачи, получайте удовольствие от своего хобби, делитесь этим удовольствием с нами, со своими близкими, со своими друзьями. Всего вам самого хорошего. Увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok